Слушай, и скажи, пожалуйста, а как ты попал в Little Big? И вот, мне кажется, ты очень оценишь эту деталь. Ты помнишь, что в 90-е не было ни одной живой трубы? Это же мой дом. А так я помню, на самом деле, когда только у Шнура дела хорошо пошли, он приехал сюда, типа, ну, здесь же Ленинград начинали, ну, как начинали, по крайней мере, здесь концерты Ленинграда первые были тоже. У меня друг жил вот так раз вот под этой башенкой, вот, и оттуда отлично слетали капитошки, которые мы оттуда скидывали. И такие, теперь хотим сольник, Юра, дай нам сольник. Он такой, ну, играйте вот 1 января, типа, все равно никто не придет, все равно никто не хочет играть. Мы такие, ес! Сцена была вот там вот, получается, да. Да, вот там, где стоят столы, там была сцена. Здесь была рубка так раз звукорежиссера между вот этими, а холодильники-то вот эти самые. Да, да, холодильники прекрасные. Более того, там деревянный карниз еще. Давненько хотел я это сделать, и вот это время настало. И, в принципе, это будет далеко не последний раз. Сегодня у нас спецвыпуск со спецгостем. Значит, почему этот мужчина к нам присоединился? По трем причинам. Ну, во-первых, кто этот мужчина, кто? Мужчина! Меня зовут Антон Лисов. Я вокалист групп Дженнэйр и Литл Биг. И иногда я тоже делаю маленькие-маленькие выпуски в Инстаграме про историю нашего любимого города. Вот именно это и есть первая причина. Да, вторая причина. Господин Лисов как-то захаживал и ко мне даже на экскурсии, и даже на лекции, да? Да. Да, было и такое. Ну, а третья, это, конечно, самая главная причина. Господин Лисов местный. Максимально. Максимально местный. Это мой район. Сейчас мы будем гулять по моему району. На районе, да. На районе родился, вырос и достиг, как вы видите, успеха прямо здесь. Возможно. Да невозможно. Не скромничай. Я буду скромничать. У меня на самый первый вопрос. Пойдем туда. Пойдем. Тут у нас есть памятник. Он еще в советское время был поставлен. Изображающий Александра Невского. Ну, как советское? Мне кажется, это уже была перестроечная жизнь. Ну, перестроечная жизнь, да, это 80-е годы, но еще был такой поздний, глубоко поздний СССР. И сейчас мы не задавим тут никаких голубей. Бау. Обалдеть. Настолько борзые птицы. Мы ведь, как бы, инстаграмов-то не сохранилось с того времени, поэтому мы не в курсе, как Александр Невский выглядит. И даже на ордене мы знаем, что это Черкасов актер. Но вот вопрос. Вообще, Великий князь, что он мог быть с копьем в руке? Это у меня к зрительным вопросом, чтобы как-то мозгами пошевелили и начали активно писать свои комментарии. Хороший вопрос. Да, потому что ведь кто к нам с мечом придет, всегда мы изображаем Великих князей с мечами. Я-то понимаю, почему скульптор здесь сделал это копье, нужен был акцент в конце Староаневского проспекта, но тем не менее. Ну, пойдем вот на переход. Вот, у меня, значит, первый вопрос к нашему замечательному гостю. Староаневский проспект. Была замечательная песня группы Budweiser. Да. На Староаневском сегодня пусто. Теперь это почти наша песня. Да, я видел, вы сделали ковер в таком новомодном стиле. Ведь на самом деле человек вот не из Петербурга, он ведь и не поймет вообще, о чем речь. Ну, типа на Староаневском сегодня пусто как бы. Ну и что? Вот, кстати, меня переспрашивают очень много инстаграм. Да, да, в чем прикол, на самом деле, да. А ведь прикол-то, он в чем заключается? Расскажи-ка. Расскажи-ка. Ну, потому что я так понимаю, что это монахи прорубали вот эту вот часть. Да. Я могу заблуждаться, но это все тянулось к московскому тракту, который был там, где сейчас Лиговский проспект. Новгородский. Староаневский дорог. Староаневский. Ну и он, да, получается, на Москву шел туда. Да, пойдем. Вот, поэтому Невский делился на две части. Одна была руками монахов, как я понимаю, прорубленная, а вторая уже оттуда от Адмиралтейства, значит, тянулась. Да, так вот, нет, мы вот про именно почему пусто-то, то есть о чем была песня, понимаешь, люди-то не понимают. То есть, Староаневский, это была наша такая ленинградка. Ну, такое. Да, то есть на Староаневском сегодня пусто, это значит, здесь нет женщин, как бы сказал Владимир Владимирович Путин, с низкой социальной ответственностью. О, да, а какие были женщины с низкой социальной ответственностью? Ты-то уж точно их здесь наблюдал. Слушай, я наблюдал, причем я даже помню одну мадам, которая была просто, я не знаю, там, видимо, это, знаешь, какое-то на любителя было, потому что она была вот реально нагло у тебя выше. И когда ты заходил в магазин, где они так раз тусили погреться, это был 150-й дом, ты утыкался так раз в бюст взглядом. То есть, как бы там бюстка была, все представлено, собственно, как бы товар лицом. И это было очень забавно, потому что ты просто зависал. Ну, я был молод, горячий, так сказать. Да, это впечатляло. Мы сейчас приближимся к вот этой станции метро, потому что на самом деле здесь изображена мозаика с ледовым побоищем. С ним же, с гражданином. Дело в том, что у нас, как выясняется, в результате этого ледового побоища, вот там вот, если ты сквозь стекло, и заметьте, он там, кстати, с мячом по центру изображен, наш любимый Саша. Когда я был маленький, ну, вернее, как маленький, уже там в школе, они пока эту мозаику делали, мы отсюда тырили с Мальту. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас отлично сфотографировать? Ну, мы сейчас пишем. Ну, давай, если очень быстро. Давай, давай, быстро. Если очень быстренько, то давай. Да, все-таки. Все-таки не каждый день Киркорова встретишь. Главное не Баскова. Сфотографируйте? Так давай, вон, давай. Сфотографируйте. Лупи суфок. Можно ваш автограф, а у вас ручка есть? Вы что-то снимаете? Нет, мы так, просто. Заготовка к порнографии. Небольшой. Прелюдия? Прелюдия, да. Я предлагаю нырнуть, на самом деле, сюда. Да, пойдем. Это, на самом деле, вон там вот моя школа, в которой я доучивался. Вот. Раньше это был интернат для каких-то испанских детей. Там было, наверное... После какого-то конфликта, по-моему, его отстраивали. И это был интернат... Это, наверное, последствия войны, вот этой вот... Я думаю, что да. Я, честно говоря, не углублялся. Потому что фототиповая, на самом деле, вот как раз такая, чисто сталинская. Были несколько типовых проектов, которые разрабатывались. Я просто еще хочу посмотреть, повратить внимание людей. Вот посмотрите, как это задник этого метрополитена. Здесь они уже не стали заморачиваться, просто кирпичом сделали. То есть, насколько, как бы, выглядит с той стороны и насколько с этой. Это ведь территория, она вся пронизана проходными дворами. Да. Где-то, я так понимаю, лазал. Расскажи, пожалуйста, как менялся вообще вот ландшафт, да? Вот типовой, социальный и так далее. Слушай, типовой, социальный. Я тут недавно рассматривал старые фотографии. И вот, мне кажется, ты очень оценишь эту деталь. Да. Ты помнишь, что в 90-е не было ни одной живой трубы? Да, все, потому что... Помнишь, они все были вогнуты. Потому что почему-то нужно было обязательно какому-нибудь... По ней треснуть. Долба. Да. Обязательно пойти... А после всех концертов, футбольных матчей... Все. Телефонные будки, водосточные трубы и даже урны, они превращались вот... Да, и это же прям вот отличительная черта того времени, потому что вот реально вот эти вот трубы, они все были вбиты вот так вот. Да, да, они все были погнуты, и сколько денег на это грохано было. Вот здесь у нас очередной отбойник. И просто, просто сейчас вот она, да, вот она кругленькая, и такого просто невозможно было представить в наше детство. И когда ты растешь вот в такой вот атмосфере, когда у тебя просто все вот трубы просто переколочены, то надо понимать, что за народ на самом деле здесь, конечно, ходил. Ну, такое. Перепадало сразу всем. А вот скажи, пожалуйста, вот эта часть Невского, она отличалась от той части Невского, как и раньше, да? Ведь на самом деле в 19 веке Староневский это было такое захолустье. Слушай, ну это было, наверное, тоже такое, да, не особо людное. Наверное, поэтому здесь эти мадамы тусовались. Ну, смотри, здесь как бы по самому Невскому тусили, да, мадам, а гостиница Москва, это была как бы, это же фарцовка. Это же фарцовка, и ваш покорный слуга тоже как бы ей промышлял, потому что что бы нам не промышлять. К финам подкатывал? Слушай, там все были, вот, во-первых. Антокамина по рукаме? Просто я объясню, как это, как это работало. Ты шел в ларек, накупал пионерских значков, вот, и ты, можно было еще зайти в ВНТОРК и накупить ремни с бляхами, и ты шел в имени, вот, и все на жвачке и так далее, а потом уже понеслась там, как бы, там уже пошли валютные махинации, но вот я тогда раз оттуда уже, как бы, отчалил. Это, кстати, было подсудное дело в Советском Союзе. Да, да, и там очень много кто, как бы, и присел. Сейчас бы были успешные коммерсанты и уважаемые люди. Максимально. Как, например, господин Айзиншпиц, продюсер, как бы, Виктора Цоя, он же ведь присел-то как раз по статей какой-то смежной с этим делом. Ну, там так раз именно валютные махинации, по-моему, были. Да. Значит, пару слов все-таки, чтобы разбавлять наш увлекательный рассказ. Вот эти вот дома, если, Леха, ты покажешь, это на самом деле дома доходные, они были построены для того, чтобы извлекать деньги, которые шли на содержание Александра Невской лавры и на все благотворительные цели, которые с этой лаврой связаны. И вообще, вот эта вся дальше сторона, она вот принадлежала как бы церкви. Я тебе сейчас, кстати, покажу кое-какие фотки. Надо было там показать это. А вы их будете смотреть, друзья мои, в виде вылетающих картинок. Вот, например... И там будет жух. Да, там будет жух. Вот так вот, например, ну, гостиницу Москву, ты помнишь, да? Да, конечно. Еже перестроили, она стала каким-то, какой-то летающей тарелкой. Сейчас. Да, там, кстати, остался на задворках, там остался выход старый из метро, потому что само метро было отдельным зданием, а потом сверху надстроили уже гостиницу Москву. И там до сих пор, по-моему, что-то, какие-то остатки вот этих дверей и так далее там есть. У нас была крупная вот маленькая таблетка вот такая. Вот там вот два дома, вот такой маленький желтенький там и с той стороны. Это два дома тоже прилежавших Александрнецкой лавре. Кстати, там одно время была надпись «Торговый дом Русско-Правословой Церкви». Хорошо, что они его убрали, потому что звучало, мягко говоря. В основном, там сейчас примерно то же самое. В общем, в принципе... Да, но только надписей нет. Читаешь Софрино, можно как бы дальше. Смотри, что здесь было раньше в одном из домов. О-о-о, вот это красиво. Она тоже, скорее всего, принадлежала Русской Православной Церкви. Нет, тогда это уже советское время, тогда все было. В 30-е, наверное, да? Да, а вот это, кстати, война. Это вот застывший троллейбус на фоне того дома. Слушай, есть очень хорошие фотографии вот того дома, который дал. Я их заготовил, я их заготовил, и мы, собственно, там их посмотрим. Действительно, хорошо. Ты вот молодец какой. Интересует совсем, знает. Так-то, чего уж. Ну, я просто тут... А там вот хлебозавод есть, куда мы ходили и воровали там бублики. И потом начали... А как вы это делаете? Ну, мы перелезали через забор и воровали бублики. А потом мальчики постарше уже вынесли оттуда что-то несколько коробок масла и, по-моему, присели. Вот. Я не участвовал в этой операции. Вот. Ну, да, шел. Нет, прям девяностники, они здесь такого, тлена нормального давали. Хотя я скажу вам, дорогие друзья, что и сейчас здесь не всегда лучше. Потому что я с утра сегодня проснулся, повел ребенка в поликлинику, повез. И из Брансбойта смывали кровь вот там вот в районе 139-го дома. И я не знаю, что здесь было ночью вчера, но что-то, видимо, занятное. Малдеть. Вот этот вот дом, это, ребята, здание бывшей консистории. Что такое консистория? А у тебя же свадьба была недавно? Ну, да. И вообще ты же у нас теперь не только little big, ты теперь big father. Да. Поздравьте, Антон. Целый месяц, как я отец. Обзавелся наследством, и теперь социально ответственный гражданин, ячейка общества, все такое прочее. Максимально. Да. Так вот, на самом деле, до революции вот это здание, консистория, что это было такое, здесь хранилась вся информация о браках. И если вам надо было развестись, не дай бог, это было практически невозможно сделать. Потому что, да, вам надо было идти в консисторию, которую называли преисподней. И вот в романе Льва Толстого «Война и мир» как раз рассказывается о том, что, чтобы развестись, ведь надо было, самый простой способ, знаешь, какой был? Значит, нужно было доказать акт прелюбодеяния. И нужны были два свидетеля. Ну вот это, а-а, даже так. Нужны были два свидетеля, которые бы стояли и сказали, да, мы видели, это было так. И, естественно, этих двух свидетелей подкупали и нанимали, была целая профессия. И вот как раз Лев Толстой это описывает. А я хочу показать, на самом деле... В моем случае, кстати, тогда, помнишь, эту историю-то про мою пра-пра-пра-пра-тетку? Да, 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 да. Где было отписано Николай Николаевич. Великий княж Николай Николаевич Младший, оказывается... Мутил. Мутил, да, с дальней-дальней родственницей. Да, ну это как бы такое-то, да, автопом это сейчас в наш тлен не очень вписывается, вот. Ну, да, и там так раз было... Ну, приятно, согласись. Ну, да, но там была так раз справка, написано, что как бы гражданином, что да, что он отпускает эту женщину именно из-за того, что он сам накосячил. Да, потому что ему дали от купных, от скупных, и, соответственно, он взял вину на себя. Да, именно так. А вот здесь вот, смотри, какая... Есть расписка в архивах. Смотри, какую я тебе покажу фотографию. Да, да. Здесь раньше стояла церковь, это епархиальное лисидоровское училище, где учились девочки, детки всяких там священников сельских. Нравы были жесточайшие. Ну, то есть эти бедные девочки, естественно, были под колпаком усмотрительниц, под полкопом, колпаком старшеклассниц. Ну, и можно представить, какими они тургеневскими барышнями выходили оттуда. Давай, наверное, варочку. А в мое детство здесь уже был кинотеатр «Призыв». Я там смотрел «Кинг-Конг жив». Вот, я помню эту картину. Но я там много чего смотрел. Здесь, смотрите, сохранили старые крюки. Для ворот. Раньше же у каждого подворотня дежурилил дворник. Ну, не круглосуточный, конечно, тем не менее. Который иногда жил вот здесь. Потому что, как правило, вот это бывшие дворники. А здесь у нас есть еще сохранившиеся советские лифтовые шахты. Потому что дома домами. Да, с деревяшечками. Да, с деревяшечками, с деревянными штапиками. Но я их показываю постоянно, потому что их сейчас меняют. Вот они превращаются в такие белоснежные прекрасные камеры. Но можете себе представить, что до революции все равно пешочком надо было подниматься. Поэтому, конечно же, последние... Здесь остатки, как раз, видно окошечек. Я думаю, что они были другого размера. Конечно. Это так раз то, что уходило туда, в сторону лифта. Присобачивали. Но это в основном в 60-х, 70-х годах, когда была такая череда, волна капремонтов. Как вот ты, кстати, вот смотри, твой район так стремительно меняется. Строятся вот эти новоделы и так далее. Ты испытываешь какую-то такую тоску щемящую? Или наоборот, это хорошо, что здесь преображается все в лучшую сторону? Ну, честно говоря, здесь не хватает немножечко цивилизации. Потому что вот с этими домами сюда, ну, все-таки хоть какой-то социум это сам проникает. Потому что в какой-то момент здесь было, конечно, грустно. Потому что здесь, в принципе, соседство там Боткинской больницы, в которой я успел поработать охранником. Ты что, я гонял там наркоманов за резиновой дубинкой. Это было очень жестко. Почему-то прямо в девяностике я умудрился там. Там вообще был страх. Людь и кошмар. Потому что, видите, например, вот здесь вот люди до сих пор живут. Да, вот это флигель двухэтажный. Вот это типичная картина, такие замечательные занавесочки. Вот эта вот антимоскитная сетка суперическая. И вот здесь, смотри, такая смесь богатства и нищеты. Металлопластиковые окна с камерой. И рядом вот опять-таки деревянные такие окна с кисейными занавесками. Да. Ну, а это я уже миллион раз говорил. Обратите внимание, каких конфигураций бывают. Например, здесь вот такая, да, это шахта. Ты не пытались туда забраться? Конечно, пытаюсь. Господи, мы там жили, мне кажется, в детстве. У меня там же во дворе, получается, в дворе 141-го, там такая же штука. Она была в 90-е мастерски перекрашена, типа это маяк. И там была большая. Ой, на стене. Ой, сейчас тебе раздолбил. Ничего страшного, у нас есть вторая. Вот посмотрите, это вот еще старые постройки. Почему мы можем это понять? Потому что, видите, они с такими контрфорсами. В советское время так уже не делали. То есть, таким образом пытались укрепить эти здания. Причем я, к сожалению, не взял с собой книжки. Но я не исключаю варианта, что это даже уже гараж. Потому что их было очень мало. И я помню, что какой-то из них как раз был на Стараневском. Ну, кстати, возможно. Учился ты в школе. Как ни странно. Как это ни странно звучит. И скажи, пожалуйста, ты сколько там классов окончил? Слушай, я один из классов закончил. Но дело в том, что эта школа, она не работала. Она реально, там действительно был какой-то интернат. И меня перевели сюда уже такое. Где-то, наверное, в классе, наверное, в седьмом. Когда она только открылась. Потому что я так, я там на районе разные школы перепробовал. У меня было штуки четыре, наверное. Самый красивый дом на районе, мне кажется. Он прекрасен. Вот посмотрите. Это такой модерн-модерн эклектический с глазурованными глазированные сырки. Глазированные сырки, да. Я все время путаю это. Меня все время поправляют. Действительно, красота неземная. Причем его недавно, судя по всему, привели в порядок. Потому что, как правило, конечно, эти дома, они превращаются в ничто. Нет, здесь более-менее вот с любовью, мне кажется, сделано. Потому что, видишь, даже люди там все-таки какие-то вот эти вот вставляют в рамы, там пытаются сохранить этот исторический облик. И он на самом деле хорошо выглядит. Ну, то есть могли бы поставить эти прекрасные белые металлопластиковые окна. Как там, например. Да, да. И было бы очень красиво. Да. А так? Вот, мы так раз к этому самому, к дому, который разбомбили, идем, да? Да, да, потихонечку. Отлично. Мы можем на самом деле варировать. Мы же можем варить. Мы можем варить в тот двор. Мы можем пройти здесь. Мы можем дойти до твоего двора, допустим. Можем. Вообще, как ты планировал, давай так пойдем. А я так, знаешь. Я могу порассказывать про все здесь дома, потому что здесь все это было оббеганным. Я планировал импровизировать. Ну, давай действительно сейчас расскажем. Я покажу пару картинок вот про дом, который разбомбили на углу из Полкомска. Это было в 43-м году, кстати. Попала фугасная бомба. И действительно есть масса иллюстраций, которые я вам сейчас покажу. 43-й год был, конечно, не такой жестяк, как там 41-й, 42-й. Но все равно, извините, блокада. Да. Тоже самый трамвай виден вот так вот. Да, да, да. Видишь, с другой стороны. И вот этот как раз дом виднеется. И там все заклеено, да. Да, я видел. Прекрасный, шикарный дом. Я думаю, что мы еще туда, может быть, выйдем и покажем. Давай тогда нырнем туда, потому что ведь этот дом, который нам сейчас предстанет, он постоит по... Смотри, я сейчас офф-топом, потому что мы собирались, мы закончить там, где клуб молоко. О, да. Вот, вот внизу вот того дома, где сейчас, вы видите, дом грузинского вина. Ага. Это с этого дома вывески висели в молоке. То есть это не они заказывали, это был молочный магазин, который загнулся в девяностике, они забрали эти вывески. Именно поэтому этот клуб молоко назывался молоком, потому что они уперлись в помойки эти железные херни, которые висели. Но я знал, что они их откуда-то уперли, я просто не знал, что отсюда. Вот, да, это был молочный магазин, в который я ходил так раз маленький. Вот. И это прекрасная Сталинка. Да, причем... Я там был внутри, да, там. Причем она построена по проекту господи архитектора, который до этого такие чумовые модерновые дома строил. Вот мы, кстати... Ну, а вот я не узнавал, кстати. Да, да. Я, кстати, вот как раз, когда я тогда экскурсию водил, вот здесь мы тебя и встретили. Да. Ты шел со своей тогда еще беременной женой. Да. И вот здесь у нас, смотрите, какая там будет действительно такая маячная, красивая шахта. Кстати, вот такую форму я редко встречаю. Они обычно либо такие, как просто кубышки прямоугольные, либо как вот такие тумбы полукруглые. Да, здесь даже можно видеть, что заложено кирпичами вот это вот окошечко, которое там было, в которое мы так раз лазали, когда были мелкие. И вот здесь у нас очередной, ну, сейчас мы развернемся, типичный петербургский пейзаж предстает перед нами. Да. Да. Видите, окон не осталось. Да, 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 видишь, все заложили. Чтобы всякие маленькие лисовые не лазали туда. Да. Вот посмотри туда, Леха, как каотично окна расположены, вот особенно вот здесь вот с правой стороны. Еще я хочу показать тенденцию постройки древолюционной. Вот эти вот щели, посмотрите, они какие кривые бывают. Вот если бы в наше время так строили... Ну что, в наше время думаешь, не так строят? Ну, хочется надеяться. Вот я бы на твоем месте не стал так. В наше время, когда люди въезжают в дома, они, конечно, там, если что, начинают бучу поднимать и в конце концов могут просто тупо не принять. А будет история про этот двор? Про этот двор... Ты в курсе, что здесь было? Нет, расскажи. А здесь так раз этот самый лепили памятник. А, точно, у меня даже есть фотографии, извини, я забыл. У меня даже есть... Молодец, какой балл! Пять баллов, Лисов! А то! Да, действительно, здесь, вот смотрите, какая есть фотография чудесная. Да, это вот прямо здесь. Мастерская скульптора Паула Трубецкого, который вылепил тот самый памятник, который стоял на площади нынешнего восстания, тогда Знаменской. Вот этот самый бегемот-комод, оборонот, шапка. Вот, кстати, смотрите, какая еще замечательная, оформленная тоже шахта блокадная. Чашками, видишь, разбитыми. Да, между прочим. И действительно, здесь у него была мастерская, потому что этот же дом послевоенный. Здесь был рынок. Да. Вообще территория рынка была, да. Вот. И просто она здесь, видимо, не особо востребована была. Ну, послевоенный, извините, он довоенный, он 30-х годов. Он построен был на месте того пустыря, который здесь был, ну, маленького. И здесь был рынок. И вот в одном из павильонов этот самый Павел Лотрис Корни делал. И вот, когда этот памятник открыли, ну, я тут прям несколько фотографий покажу, как он выглядел. Значит, все решили, что это такая жесткая сатира на императора. А он в такой еще позе сказал, ну, я что, я просто хотел вылепить одно животное на другое. Ну, то есть, вот, такие были интересные люди. То есть, ему, он выиграл, он выиграл этот конкурс. Слушай, а я читал, что он советовался именно с этой самой, с семьей. Он советовался с Марией Федоровной. Да, Мария Федоровна, типа, сказала, что им понравился. Ей очень понравился этот памятник, поэтому, да. Но, поскольку волна, он, естественно, советовался, поскольку волна общественная была такая, что они подумали, что он слишком уродливым сделал, он под это и подстроился. Сказал, я просто хотел вылепить одно животное на другом. То есть, зарабатываешь деньги, но при этом, как бы, вот такое вот, понимаешь, вот такое вот. Слушай, а я недавно, на самом деле, съездил в Гатчину. И там, в этом самом замке, есть отличная экспозиция сейчас. Это, вот, личные покои, типа, маленькие вот эти вот комнатки. Ты обратил внимание, какие они маленькие? Да. И, слушай, там, вот, становится вообще все понятно. Вот они за ним жили, вся семья, за Александром Третьим, вот как за каменной стеной. Да, да. И они настолько неподготовлены были, когда он это самое внезапно скопытился. Никто не был к этому не готов. Мне кажется, что это вообще все объясняет. Вот надо обязательно побывать там, чтобы это понять. Там очень обстановка такая семейная, прям вот такая вот, ух! Вот, не знаю, как это сказать. Уникальность этого места заключается в том, что там, в принципе, если чуть-чуть подрихтовать, абсолютно современные квартиры, то есть они такие небольшие. Он, как и Петр Первый, не любил большие пространства. Петр Первый, когда куда-то приезжал, заставлял завешивать пурсины, например, высокие потолки. Он хоть был здоровый, как хабан, блин, как бык. Вот здесь хочу показать свои любимые закутки счастья. Да, и действительно, Александр Третьим, он любил такие маленькие пространства, уют. Ему там, жена его штопала там носки, штаны и прочее. То есть он был такой. Да, и там прям очень уютно у них. Вот, смотрите, окно, Леха, покажи, окно в стену и за решеткой. Всегда люблю показывать. Это, как у нас сейчас называют город, Расчленинград. И меня иногда спрашивают московские гости, а вот люди, которые живут в таких квартирах, у них все нормально с настроением? Я говорю, я не знаю. Да, вот здесь вот так раз парадная. Парадная, я помню очень сильно, очень такой был живой момент. Это было проявление детского гуманизма. Мы были такие, знаешь, в серии, ну, то есть там 10-12 лет, и какой-то мальчик скинул с подоконника котенка вот здесь. О, Господи. Да, и этого мальчика здесь били долго, ногами, и очень было это... Ну, в общем, да. В общем, поэтому я и говорю, что было проявление гуманизма. Такое, своеобразное. Акт гуманизма своеобразный был, действительно. Ну, вообще, конечно, деточки, которые... Вот, кстати, извини, не хочу просто эту тему завершать. Вот, традиционно наша замечательная нумерация. Да, да, да. Все офигевают от этого. Ну, опять-таки, это последствия. Знаешь, офф-топом, это же мой дом. Да. То есть, чтобы ты понимал, моя квартира 70, но ты меня не найдешь здесь. Так что не пытайтесь, ребята. Да, да, да. Все фанаты, которые придут к товарищу Лисову... Это очень сложно. Потому что вам надо будет заходить на другой парад. Потому что я уже вопрос задан. Фактически живу на другой улице. Так, пойдем тогда, сейчас дойдем уже до пешеходного перехода. В принципе, мы знаем, что мы можем... Пойдем тогда обратно. Давай там перейдем. Да, вернемся, да. Потому что здесь прекраснейшие эти дома, вот в русском стиле. Да, вот этот дом в русском стиле, действительно. Следующий дом с этой башенкой такой. Он построен по проекту Павла Юрьевича Сезора. Это человек, который построил дом Зингера. Вообще у него 86 домов. У него 84, не помню, построить. А, это Зингера тоже, да? Да, это он же строил, да. И здесь, кстати, жил отец этого Колчака. Вот здесь. Да. Ему недавно на Буховском заводе установили памятную доску. Не ему саму, а именно отцу. И, соответственно, здесь вот... Было детство нашего такого героя, о котором... Ну, сейчас вот все вот эти там Колчаки, Деникины и прочее. Ну, спорные, спорные, товарищи, конечно. Те тема такая, да. Ну, я хочу сказать, я могу разбавить сейчас, как бы, это самое, опять же, детской мразотностью. Потому что у меня друг жил вот так раз вот под этой башенкой. И оттуда отлично слетали капитошки, которые мы оттуда скидывали в детстве. И забрызгивали здесь прохожих, которые проходили мимо. Вот. А самое мразотное было, это то, что мы покупали... В пакетах был замороженный щавелевый суп, который стоил дешевле, чем мороженое. Пять копеек, его размораживали, и вот он летел. И это была прям очень-очень злая история. Представляю себя, если на меня этот щавелевый суп опускался. Да, это было красиво. Во-первых, это было красиво. Как в анекдоте. Мы сейчас дворы, во дворы нырнем, пройдем. И я хочу еще одну картинку показать, когда мы перейдем как раз. вид вот этого дома. Вот смотри. Который? Вот. Вот этот пустый. Да-да-да-да, вот этот рынок как раз. Да-да-да. Да, вот из этой же книжки, да, я его видел. Да, это пустый как раз. Вот он почему-то единственная, эта фотография, вот она на развороте. Ну, кто-то отсканировал, да, добрая душа. В интернете больше не видел. Разместил. И последнюю фотографию, которую я вам здесь покажу. Она у меня пораньше была. Вот она. Да. Вот, да, вот если как раз туда смотреть. Леха, вот переведи камеру вот туда. Сейчас мы сначала покажем перспективу, а потом вот как эта перспектива выгляла раньше. И как раз виднеется вот эта самая часовня. Да, но мы не будем тебя на проезжую часть выгонять. Нет, не будем. Мы пойдем во дворы. Вот это. Да-да-да, это прекрасно. Это как к Ленинграду. Но надо отметить, что там просто администрация. Вот так вот примерно трубы выглядели в то время, которое описывает Лисов. Ну, хуже. Да, это еще более-менее на самом деле. Этот двор был намного проходнее, пока вот Матвиенко не построил вот эту вот шляпу, потому что здесь был скверик симпатичный. Ну, часть этого скверика осталась. В принципе, можно здесь на исполкомскую выйти, но я хочу вас другим путем вот так вот вокруг провести. Там совершенно потрясающий один магазинчик, если я сейчас покажу. Скажи, пожалуйста, а ты вообще, я так понимаю, был, ну, такой хулиганистый, да? Ну, до определенного момента, да, наверное. Когда наркотики не начали уносить жизни наших друзей, эмоций, и не настал момент, когда надо было взяться за ум. Понятно. Что я знал о Джанке, я так понимаю, это как раз... Слушай, это текст, это писали пойманные муравьеды, которые играли, помнишь, в этом самом? В Малаке. С пойманными муравьедами мы с Антоном, басистом, делал проект, и потом Кулаков там с ним записывал. Так это Папус Майка текст, это вот то, что не стал петь Батвайзер тогда. Батвайзер это тоже же писал Папус Майк тексты? Слушай, вот даже я не знал, да. А ты знаешь, что сейчас один из замечательных певцов Батвайзера такой рэкбист, я хочу у них съездить, взять интервью. Не знаю, но я с ребятами выходил на связь, когда мы кавер делали, они там себя прекрасно чувствовали. Понятно. И ты сам там музлом когда начал заниматься? Наверное, так с 96-го года. Знаешь, я начал, ты, кстати, в каком-то из выпусков так раз говорил про эту сам, про бродячую собаку и кафе Анна, которая была так раз на этой самой. Первый концерт мой был с акустической гитарой в кафе Анна. Чтобы ты понимал, что я застал как бы. Те времена? Да, те времена, это был так раз 96-й год. У нас был проект, который назывался Green Mama. Вот, и мы такой немножечко, немножечко пятницы такой давали, когда еще не было пятницы. Ну, я имею в виду группы. А группу ты свою собрал из друзей или ты как-то искал все-таки специальную? А меня пригласили на гитаре поиграть, ребята пытались какую-то группу создать, вот, но я просто так вот все начал под себя немножечко. Пришел и все подмял. Ну, такое, есть чуть-чуть, вот. И уже что-то слепили такое. Ну, это прям у нас получается дворово, потому что Гок-то, басист наш, он же из нашего двора. Вот, просто он был помладше и, возможно, когда он был совсем маленький, когда эта разница чувствовалась больше, возможно, даже получал мячиком под попу. Но сейчас вот мы уже сколько лет вместе играем. В молоке вот у вас, это было много концертов? Да, да. Ну, молоко это была такая, типа, наш альма-матер. Вот. Но мы очень долго туда пробирались, потому что мы приходили, Юрий отдавали наши демки, он говорил, ребята, это говно, я не могу вас с ним... Мы говорили, мы соберем народу. А там-там ты уже не застал, да? Слушай, там-там нет. Я был, по-моему, может быть, пару раз, но когда мы еще не играли. Меня вообще, в принципе, привел в... Как первый раз в клуб, меня привел, помнишь, у группы DDT была обложка альбома «Черный пёс Петербург». Вот там вот этот вот длинный чувак, это был бывший директор, уже на тот момент бывший директор группы DDT Сергей Брок. И вот Сергей Брок меня так раз за ручку отвел в клуб «Гора». Это когда еще там было. Я взял свои фотки из клуба «Горы», потому что дело в том, что там одним из директоров был как раз наш тоже совокалист. Но смотрите, а вот это уже, вот я вам показывал, что возможный шахт, а вот это уже реальное бомбоубежище, да? Не в подвале, который располагалось дома. То есть вот здесь вот был вход, вот там вот вентиляционный, вентиляционный, посмотрите, нахлобучки. Я вам скажу, один из моих любимых закутков счастья. Потому что… Да, он здесь хорош. Да, вот это прям… Ну, я так понимаю, что это для тех… Вот тут картошечка лежит. Вот, ребята, ощутите… В кого-то металле, скорее всего. Да, ощутите всю прелесть нашего родного города с господином Лисовым. Леха-то понаехавший. Но он почти воцерковленный уже в нашу питерскую культуру. Вообще, антураж, на самом деле, не меняется годами. Скорее всего, вот эта картошка, она влетела в голову людей, которые распивали здесь эти напитки. У тебя, по-моему, под окном такой же, да? Ну, у меня, да, у меня там очень, как бы, у меня там безраспитие, но иногда шумят, поэтому, да, поэтому я выхожу, я одеваюсь, выхожу беседовать. Вот, это бомбоубежище. Теперь с этой стороны, там, видите, смешно так расписали эти шахты. И, несмотря на то, что это Невский проспект, здесь до сих пор еще видны старые корпуса, заводские. То есть, это, прикиньте, ну, грубо говоря, вот если в Москва, Москва, да, допустим, это Тверская где-нибудь в районе Садового кольца. Ну, максимум третьего транспорта. Почему-то гаражи там все были. Да, да, а вот здесь до сих пор еще можно, то есть, это такой центр-предцентр города, ну, вот вам, пожалуйста. А чего я сюда-то подвел? Потому что здесь есть вот частный магазин, и видите, Леха, сними это. Прекрасная инициатива местного товарища, за что вам огромное большое спасибо. Да, есть и такое. Вот это здание прекраснейшее. Да, там, если приглядеться, на самом деле, оно сейчас надстроено всевозможными этими стеклянными штуками, но там такой суровый Ильич. Да. Ну, кстати, я не застал это здание, чтобы оно, ну, то есть, когда все мое детство, оно было в ремонте. Нет, сейчас, поскольку капитализм его обрел, вот оно, ну, это такой прямо советский, советский такой строгий ампир, но, если честно, если честно, очень, конечно, напоминает Альберто Шпеера из Третьего рейха, потому что вот там как раз очень любили такие серые, строгие дома, но Ленин там, конечно, божественен. Да. Пойдем нырнем во двор тоже, дойдем дворами до молока. Понятно, то есть, ну, и, в общем, ты помнишь, что первый концерт, я имею в виду, именно Фронтмена? Слушай, ну, да, то есть, ты имеешь в виду, что этот самый, Джанейровский первый концерт, Джанейровский первый концерт был в Сайко Пабе. А, я помню, помнишь, на Фонтанке было такое, закуток. И вот там так раз Биллис Бэнд начинал, вот, и мы. Я, кстати, с Билликом тоже хочу сделать, надо написать ему, он же сейчас рядом с Таврическим садом живет. Да. Но я его хочу там, естественно, где у него этот хэтбар, его там поводить. Да, с Биллис Бэндом. Я, кстати, знаешь, что выяснилось? Это случайно выяснилось. Я был первый человек, который написал про Биллис Бэнд. Это он мне сам потом сказал. Да? Я не знал этого. Прикольно. Да, то есть, я делал эти... Но они были хороши. Они были прекрасные, играли тоже во всяких таких подвалах и прочее. И, в общем, Билли тогда еще жил в Купщино, откуда мечтал свалить по понятным причинам и свалил. Понятно, да, то есть, это был... Ой, как он встал чудесно. Ну, ладно, давай, пойдем. Так, кто где? Вот, кстати, если нас смотрят москвичи, водил эту экскурсию. И вот сюда проходим. Идет парень такой, ой, привет, привет. Оказалось, что смотрит мой канал. Мы разговорились, я говорю, как вы живете? Он говорит, ну, так, воздуха не хватает. Сейчас, говорит, хотим на Вальсийский остров перебираться. Я говорю, ну, если не секрет, какая квартира? Говорит, снимаете? Нет, купили. Я говорю, а сколько? 80 чем-то квадратов за 8 миллионов рублей. Вот, москвичам привет. А холодильники-то эти самые? Да, да, холодильники можно здесь, да. Холодильники прекрасные. Более того, там деревянный карниз еще сохраняется. То есть, я к тому, что в Петербурге, ну, правда, окнами во двор, но не важно, да, на Невском проспекте вы можете купить квартиру 800 кг за 8 миллионов рублей. Там не только холодильник, а следующее, вот мы еще показывали этот самоварчик. Да, кстати. Причем такой, прямо с натуральной трубой, ну, естественно, я думаю, вряд ли его там топят как надо. Кто знает. И вот постоянные, кстати, вопросы, на которые я до сих пор не всегда могу ответить. А вот эта ниша для чего? Я не знаю, для чего эта ниша. Что-то здесь явно было, да, то есть, можно догадаться. Кто-то говорит, что здесь электрощитки потом вмонтировали в советское время. Но увидел. Вряд ли бы они так выгрызали. Да, я тоже думаю, что вряд ли бы они так выгрызали. Ну, в общем, вот... Здесь это какая-то все-таки проходила реставрационная работа просто еще. Ну, скорее всего. Вот эти балки, это от капиталки остались. Скорее всего, да. И вот посмотрите, какая красивая осень и типичный наш опять петербургский такой пейзаж с этими брандмаурами и прочим. И очередной раз хочу вам показать структуру домов. А вот это моя любимая щель, кстати. Да, да, да. Это прямо огонь. Щель и такие окна тоже вразновой. Ну, тут можно выйти дальше на конную, но мы сейчас туда пройдем. Так, это мы... Вот туда пойдем. Выйдем. Понятно. Ну, и как бы, первое, ты волновался? Тебе было страшно на сцене? Слушай, ну, конечно, волнение. Мне кажется, что это самое. Мне кажется, что это дураки не волнуются. Березовский Стасик из Плина, который там, сколько-то, почти 20 лет у них отыграл на гитаре, что Васильев, а я помню такой концерт, он был где-то на Нарске, по-моему, их первый концерт, он прямо его, это, невозможно было отодрать от радиатора, он сцепился у него, и он говорит, иди на сцену. Он говорит, я боюсь. Не, ну, мы очень хотели дать концерт. Леха, сними вот эту стену, от перфекциониста. Звук еще такой тленный. Хорошо звучит. Да, все тлен. Когда ты понял, что что-то поперло? Ну, то есть, когда ты почувствовал себя звездой? Слушай, понимаешь, это такое дело, что надо всегда ставить себе маленькие задачи. То есть, у нас была задача сыграть в молоке. Мы ходили, там, вот, 10 демок приносили, Юра нас выгонял, потом, наконец, такой, ну, сыграйте, вот сейчас там перед, типа, мы, по-моему, с Дай пистолет играли первый концерт. Ага, да, да. Вот, типа, сыграйте на дизагреве. А если по-тво скажу, да? Да, мы такие, yes, и сыграли. И такие, теперь хотим сольник, Юра, дай нам сольник. Он такой, ну, играйте вот 1 января, типа, все равно никто не придет, все равно нас никто не хочет играть. Мы такие, yes, такие, бац, и у нас там просто биток. И мы такие, вот это мы крутые. Ну, то есть, в принципе, мы думали, что все, на этом как бы можно заканчивать вообще карьеру. Потому что круче, чем собрать молоко, мы не предполагали ничего. И ты дальше ставишь себе какие-то задачи и их потихонечку решаешь. И надо радоваться любым достижениям. Вот это очень круто смотрится как раз в сумерки. Я люблю проводить экскурсии по барханным дворам именно в темноте, потому что они производят, мне кажется, более правильное впечатление. Да, там еще, возможно, какая-нибудь подтанцовка будет. Да, и я хочу сказать, что вот здесь народ просто уже прилег от удивления и счастья. Кстати, вот еще действительно шахты воздушные. Да, они здесь отдельно симпатичные очень такие. И отсюда тоже такой вот пейзаж можно снять сквозь деревья, ветки. Тоже такая, видишь, щель международная, абсолютно кривая, расходящаяся там кверху. Это Питер, детка. Мы сейчас выходим на Конную улицу, где вообще раньше был Конный рынок, собственно, потому она так и названа. Да, с другой стороны был Тележный рынок, так раз где Тележная улица, это вот откуда мы сейчас двигаемся. А здесь уже был Конный. Да, и двигаемся к Перекупному, который после закрытия клуба Там-Там считалось... Как это вообще вот... Ну, считалось же, что молоко это типа правоприемник Там-Тама. Слушай, ну не очень, потому что там был Панковский клуб Бешник, а молоко был немножечко такой эстетский. Вот это вот сейчас, это Матвиенковский, так сказать, высер, как мы любим говорить. Вот, а здесь был так раз рынок, вот. И елочный базар тут был в моем детстве. Вот так. Где покупались елочные игрушки. Не, елки, именно елки. Гакель же делал Там-Там, он... Это же, в принципе, был вызов эпохи, потому что после вот этого говнорока он сделал место, где как раз говнорока не было. Из-за чего он, кстати, попортил себе, как он рассказал, отношения с некоторыми представителями. Наверное, да. Но у них был очень, на самом деле, поначалу у них был очень жесткий отбор. То есть они... У них там была своя тусовка прикормленная, которая там играла. Типа вот всяких там Марк Шайдер Кунст, там и так далее. Вот, вот там такие. Но вот Король Шут, тем не менее... Помнишь, Доктор Айболит, там был такой персонаж. Король Шут, тем не менее, вот Горшо говорил, что их поскалился, он только туда. Вот, реально открыто. Здесь, в этом доме, обратите внимание, жил прекрасный человек. Правда, потом он уехал в другие дали. Ну, вот это... Я просто хочу сказать, что вот это одна из лучших мемориальных досок, которые я когда-либо видел. Потому что, во-первых, она хоть как-то заметна, да, за счет этих камушков, да. Ну и она читаема, более-менее. Вот, но сейчас последнее такое сделаем. Вот, кстати, преемственность можно проследить, потому что вот здесь, в подвалах, в мое детство, была художественная школа, куда я ходил. А, ты еще и в художественную школу ходил. То есть у тебя... А тебя вообще, как бы, родители натаскивали, да, на какие-то вот, ну, подталкивали к тому, что вы... Ну, то, что я был засунут везде, как бы, чтобы мой досуг проходил не на улице, это было. Они старались. Вот, ребята, посмотрите, пожалуйста, сюда. Я считаю, это великолепно. Чудесно и прекрасно. Немножечко страшновато. Немножечко страшновато, да. Вот такие подпорки сделаны, чтобы оно все оттуда не хряплось. А так сейчас там автошкола, по-моему, здесь. И в этом помещении. Вот здесь очередная стена, кстати, без единого окна, что удивительно, да. И вот такая тоже щель. Ну, мы ее только что наблюдали, да. Да, только с другой стороны мы ее наблюдали. То есть мы вот такими небольшими круглями ходим. Я не помню, там мы пройдем, не пройдем. Ну, пойдем. Я думаю, что... Упрямся в тупик, значит, выйдем обратно. Во время Тамтама же просто во всех крестных дворах, там, естественно, народ это... Да, здесь как-то было поприятнее. Но здесь пиво, конечно, пили тут и так далее. Народ гонял. Нет, это тупиковый двор, на самом деле. Тупичок. И, кстати, уже пошла ведь, ну, небольшая все-таки тенденция к тому, что какие-то проявления зожи уже начали появляться. Потому что вот в годы моей молодости было все очень жесткое. Любишь рок, бухай, колись и прочее. Ну да, ну там появились так раз там это самое, хардкор-тусовка. Вот там она обитала тоже в молоке. Их пускали туда, там всякие там типа Тилайда и так далее. И всякие ребята стрит-эйджи, вот, они все там поигрывали. Мы общались так вместе с ними. В принципе, здесь, когда вот молоко открылся, мы здесь, в принципе, проводили, ну, не знаю, 90% своего времени. То есть вот начиная где-то с 99-го года, мы просто там за гардеробом где-то мы там тусили, и мы там пили, жили, творили и так далее. Вот этот дворик обычно был заполнен народом. Если здесь был какой-то топовый концерт, например, когда здесь играла текила джаз. Вот, текила джаз, у них же был традиционный летний концерт, по-моему, он назывался. И они здесь постоянно, как бы, вот с этой тоже традиционной питерской тусовкой. Максимально вообще на стиле. Да, максимально на стиле, да. А вот как раз владельцы, судя по всему, этого шалмана, куда мы попробуем зайти. Старый тахтет называется. Слушай, ну этот дом вот абсолютно прекрасный. Сам дом, в котором... Да, я покажу, кстати, этот дом, по-моему, Шпит-то, что ли, я уж не помню. Я покажу фотографию, снятую с того угла. Он действительно прекрасен, с такой прекрасной башенкой. Вот он. Вот смотри, какой он раньше. Очень классный. Да, да. Чистенький, красавчик. Городовой. Городовой, да, вот эта фотография. Я очень ее люблю. И вот там вот пойдем к этому входу зайдем. Ребята из Алькопитов очень хотят заехать. Ну, то есть, как хотят. Они все присматривались к вот этому помещению, но там не единый собственник. Вот. Там их много, поэтому... Ой, если найду, помещу фотку вот здесь вот сделанную, я нашел какие-то свои фотки. О, слушай, я посмотрел, что там же есть ВКонтакте группа любителей старого клуба «Молоко», и там просто куйма. То есть, это самое. Мои там тоже перекореженные, знаешь, фотографии из зала, она, конечно, есть, вот, но вот чтобы понять, что здесь происходило, там прям фоток много. Там так раз с Текиловского, по-моему, концерта, какая-то здесь толпень просто стоит. Причем ведь надо понять, что клуб-то был маловместительный. По сути. Ну, там человек, наверное... Слушай, туда набивалось до хрена. Да, я к тому, что мало вместительный, но туда действительно набивалось огромное количество людей. Да, то есть, мне кажется... Ну, то есть, 250, там был биток, но туда просто чуть ли не до 500, мне кажется, туда уплотнялось. Но это была душегубка, на самом деле. Ты выходил, оттуда просто выжимал майку, такой глотал воздух и обратно туда. Уходил, мошится и... Притом, что это же еще было время, когда можно было курить в помещениях. Да, топор решился, конечно. Не сейчас, да. Это вот та проблема, с которой я столкнулся, когда я как раз на Straight Age начинал бросать пить курить. И ты приходишь в любое заведение, к тебе по нраву, и там, вот, действительно, вешают топор, и вот такой свитер превращается уже через 2 секунды в нечто. Какие-то самые памятные концерты, вообще, какие-то самые памятные моменты у тебя остались? Слушай, я помню, когда здесь были, конечно, моменты. Ну, помимо нашей истории, нас отсюда выгон... Ну, то есть, помимо того, что мы не могли здесь, наконец, концерт дать, нас отсюда выгонялись, наверное, за 3. То есть, как бы, пьяных детей вот так вот за шкирку отсюда нас отсюда выкидывали, говорили, что никогда, блядь, вашей ноги здесь больше не будет. Ну, и как бы, мы потом все это... Мы приходили, мириться, там, так далее, там, наши серии, там, отскребали со стены, там, торт размазанный, когда у нас был там день рождения, мы там устроили просто какой-то свинарник. Вот. А так я помню, на самом деле, когда только у Шнура дела хорошо пошли, он приехал сюда, типа, ну, здесь же Ленинград начинали, ну, как начинали. По крайней мере, здесь концерты Ленинграда первые были тоже. Вот. И когда у него пошли дела хорошо, он сюда приехал на лимузине и поил нас всех там шампанским и так далее. Это были такие моменты прям... Да, ну, прикольные. Знаковые, хорошие штуки. Ну, и, конечно, текиловские концерты. Здесь были очень классные такие полуквартирники у Ленечки Федорова. Угу, это аукцион, да? Да, когда он один именно вот это вот. У него так раз вышел тогда этой самой «Зимы не будет», по-моему, называлась, пластинка с этой, с кочаном капусты прекраснейшая, где он с «Волков трио» играл. Вот. И он здесь давал прям такую акустику, две свечечки, весь народ сидя на полу. Такая, конечно, хипстота, но очень была антуража. Я пытался делать проект. В свое время у меня на гитаре играл Стасик из «Плина», а на басу как раз Антон из «Поминных мураведов», а на клавишах дочка Ксюша, дочка Федорова. Да, у нее сейчас свой проект «Кубик магии», но он такой очень... Да, да, я слышал. Не для всех, да. Странненько. Да, но она как бы гнет свою линию, вот они пытаются. Ну, в смысле, у папы тоже музыка, я бы не сказал, что прям супер-попс, да? Такой, мальчик-привет и там беремоти. Ну, давай попробуем, вернем, если нас не выгонят оттуда. А давай мы к этим понайдем, к парням и спрочем. Ребят, привет! А это же ваш сейчас, да? Что? А, нет. Не ваш, нет? А, извините. А мы покушаем, да? Не, мы просто рассказываем про клуб, который здесь был, хотим зайти снять. Нет, я думал, это ваш. Ну, пойдем. Покушать ходите. Привет! Слушайте, мы просто снимаем про клуб, который здесь когда-то был. Про клуб, который когда-то здесь был, снимаем. Снимем вас в ресторан, рекламу вам сделаем. Ничего страшного. Ну, давайте, позовися старшего. О, прикинь, как сменилась атмосфера. Да. Я здесь, короче, сел, взял себе какую-то харч и сижу, и у меня просто такая, скупая слеза. Слушай, я не был здесь. Я тоже не был. Я вот после какой-то экскурсии... Сцена была вот там вот, получается. Да, вот там, где стоят столы, и там была сцена. Здесь была рубка, где-то окрас звукорежиссера между вот этими, как бы, несущими столбами. И тут же была проблема, что было некое зонирование зала, потому что, как бы, вот там вся толпа, а здесь из-за этих, из-за туп иногда был не видно, поэтому... Да, да, да. Ну и вот, представьте, да, вот это вот все. Назоряем, они одну-то стесали. Здесь же была четвертая. Да, здесь была еще одна колонна, одну стесали. Привет! Мы просто рассказываем про клуб Молоко, которое здесь было раньше. Вот, можно стилился, где сцена была? Да, сцена подойдет. А, мы же не хозяин, если я, мы хозяин. А, ну, мы скажем, что у вас тут Ташкент, вам только в плюс все. Ну, то что. О, смотри, какая чудесная. Красота. Слушай, и скажи, пожалуйста, а как ты попал в Little Big? Раз, слушай, пойдем, подсед, смотри. Слушай, ну, это же была такая у нас история... А там туда-то сначала Сережа попал. Вот, потому что, в принципе, Little Big, как бы Илюха с Алинкой, они сделали просто ролик на 1 апреля, смешной. И когда Паша предложил сыграть с The Antwoord, надо было быстро сделать программу большую, и они позвали Серегу, чтобы он помог с электронщиной, и так далее. А Серега потом, это самое, вернее, Илюха, это самое, меня тоже подтянул. Именно как... Я же концертный именно персонаж такой. Ну, понятно, да. То есть, не столько студентов. Так что, да. Так что, и там у нас все понеслось. Просто никто не рассчитывал, что так все это разовьется в такой масштаб. А так, начинали это все здесь. Я думаю, что Илюха здесь тоже играл со своим Тонкором. Ну, это же все, как бы, мы же все из рок-туса-то еще. И скажи, пожалуйста, сейчас-то вот в среди с этой всей ковидной и прочей истории, там, как у вас вообще поменялись Little Bigger's планы? Ну, как? Мы не поехали на Евровидение. Мы сидим дома. Ну, то есть, если Джанейр позавчера сыграли в Москве, вот, то нам с ЛБ сейчас пока, ну, то есть, такое количество народ никто не даст собрать. Ну, то есть, нам сейчас после того, как мы Ледовый там собрали и ВТБ там, и арену собирали. Ну, не хочется меньше собирать. Нет, мы сейчас, наверное, до марта, до апреля мы будем сидеть на поперонах. Ладно, пойдем, пока хозяин идет, непонятно откуда. С Ашкента, что ли, он едет? А-а-а. Эх. Да, все, спасибо, мы уже сделали, да. Ну, что ж. Ну, вот это место, конечно, ну, может быть, ваше, наконец, сюда заедут. Слушай, было бы круто, но там что-то с владельцами непонятно. здесь локация-то такая, я бы не сказал, что она прям проходная. Слушай, она, конечно, не проходная. Здравствуйте, спасибо. Мы просто рассказываем про клуб, который здесь был раньше, молоко, рок-клуб, поэтому просто зашли к вам в гости. Ничего плохого. Чай. Не, спасибо, спасибо. гостеприимный какой. Молодец. Слушай, не место определяет, надо делать что-нибудь хорошее, и тогда народ сам придет. Это однозначно. Потому что сюда-то, конечно, ходили, именно потому что молоко, естественно. Пойдем как-нибудь в полом исходим, познакомлю. Да, надо будет. Потому что там так раз ребята очень смотрят тебе, нравится, интересуются тоже. А вот теперь, видите, и человека хорошего пригласил. Ну, что я могу сказать? Время поменялось, вместо кассеты, компакт-дисков теперь все. Да винил возвращается? Ты что? Я весь карантин, я этот самый. Винил это все равно такая... Это фетиш. Ну, она фетиш, да. Ну, согласись, это не массовая история. Это не массовая история, но все равно приятно. Потому что я весь карантин, я там рассказывал про пластинки, короче, у себя в Инстаграме очень, очень хорошо заходит. Винил, да, вот Степа Казарян, продюсер фестиваля Болья, у него был в гостях несколько раз, у него там тоже коллекция пластинок, и вот я помню, что как раз и Шопперис там чуваки были, они восторгались его вкусом музыкальным, что очень и джаз, и прочее, очень подобрано такое. Последний вопрос, скажи, пожалуйста, а что тебя сейчас вообще из музыки, вдохновляет ли тебя и что-нибудь? Сейчас что-то такое ведь количество всего развелось. Что сейчас слушать-то? Слушай, я вообще, в принципе, я все набьет, отслушиваю. Нет, мне нравится то, куда сейчас ушел мейнстрим, потому что сейчас больше, когда вот мы начинали только, мы уже были в контрах уже с русским роком и со всем вот этим вот задрочеством, потому что вот все это технарство, оно все ушло, сейчас больше народ настроен на то, чтобы создать атмосферу и вот эти все даже вот хип-хоп куда ушел, да, вот все эти хип-хоповые такие штуки, они все в какой-то такой полуэмбиент ушли, они создают настроение и это прикольно, это интересно, мне нравится вообще в принципе то, что происходит сейчас на сцене. Интересно. Вот на этой оптимистичной ноте мы собственно и закончим, я если что по традиции размещу все свои ссылки туда и хочу сказать, у меня выходит новый роман, подарю тебе, называется Корень, чистый петербургский, писал с 98 по 2008 год, кто бы мне тогда сказал, что кое-что и что я там буду описывать, станет настолько сейчас актуальным, что обложку, которую я сделал, я тебе сейчас покажу, как она выглядит, она вот прям, знаете, я не хотел, скажу честно, я просто писал про свои страхи, про свою какую-то социальную озабоченность с тем, что происходит и прошло больше 10 лет и романа оказался просто мега кто-нибудь. У меня вот одна из корректоров, интересная, интригуешь. Одна из корректоров, которая читала, она сказала, что она спалила яйца, которые поставила на... потому что зачиталась, зачиталась, да, будет продаваться у меня, ну а путеводитель будет допечатан. Ну а соответственно, что, господин Толисов в эфирах, везде, да, инстаграмчик его. Заходите ко мне тоже, у меня всякое интересно. рассказываю и про Петербург, естественно, в том числе, в очень коротком, прекрасном, сжатом формате. Ну и оставляйте комментарии вот там, а мы, соответственно, с вами увидимся в следующих прогулках и, я надеюсь, со следующими гостями. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова